Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на нашем канале группы компании Wario. Для обработки плоскостей зачастую используют торцевые фрезы с двусторонними многогранными пластинами, которые имеют максимально возможное количество режущих кромок, что дает хорошую экономию на пластинам. Но есть и вторая сторона медали. Это большие силы резания при использовании негативных пластин. Это возможное появление вибраций при нестабильной системе SPEED. Сегодня мы поговорим об инструментальном решении, которое позволяет работать даже при плохой системе SPEED. Итак, это торцевые фрезы Chase HEPTA с иммигранной односторонней пластиной с семью режущими кромками для обработки углеродистых легированных и нержавеющих стали и чугунов. Угол в плане на фрезах 45 градусов. Пластины из серии Chase HEPTA имеют одностороннее исполнение с задним углом и имеют высокопозитивный передний угол на фрезе. Это значительно снижает силы резания при фрезеровании плоскостей тонкостенных и не жестко закрепленных заготовок и позволяет повысить производительность и стабильность процесса обработки. В зависимости от обрабатывания материала существуют две основные геометрии. Геометрия M для общего применения сталь-чугун, геометрия ML для нержавеющих стали и для дополнительной борьбы с вибрациями. А максимальная глубина фрезерования за один проход составляет 3 мм. Диапазон корпусов линейки начинается от диаметра 32 мм и заканчивается диаметром 125 мм. Давайте с вами рассмотрим примеры внедрения этого решения. И первый случай это обработка деталей зерная планка на станке DUSAN модели DNM-500 второго поколения. Заготовка представляла собой длинную планку из легированной стали с твердостью 30 единиц по реквеллу. Основная задача была фрезерования плоскостей со всех сторон и выполнялась при помощи торцевой фрезы диаметром 50 мм с двухсторонними пластинами. Так как заготовка закреплялась в тисках и имела значительно большую длину, чем длина губок тисков, она свисала с двух сторон. И при фрезеровании двухсторонними негативными пластинами возникали вибрации заготовки, что не позволяло повысить производительность и качество обрабатываемых поверхностей. В свою очередь была предложена аналогичная фреза диаметром 50 мм из линейки Chase HEPTA для борьбы с вибрациями. На виде можно наблюдать уровень вибраций при обработке существующим инструментом. Из-за вибраций качество поверхности было плохой и приходилось обработку разделять на два прохода, черновой и чистовой. На следующем виде с применением торцевой фрезы с односторонней пластины 7E-MT уровень вибраций значительно снизился и обработку плоскостей получилось выполнять за один проход. В результате внедрения инструмента производительность увеличилась на 25%, что позволило выйти на требуемый на тот момент план производства данных деталей. В другом случае при обработке детали с двумя не жесткими ушами на поворотном столе, который был установлен на станок DUSAN модели DNM 5700, для дополнительного снижения вибраций заготовки были применены пластины с геометрией ML. Торцевая фреза диаметром 50 мм работала на следующих режимах. Скорость срезания 140 мм в минуту, подача 0,13 мм на зуб, при этом глубина составляла 1 мм. Если подытожить, то область применения линейки инструмента Chase HEPTA следующая. 1. Обработка нежесткой системой SPEED. 2. Для маломощного оборудования. 3. Для борьбы с вибрациями в процессе обработки. В следующем видео мы поговорим с вами об инструментальном решении для чистового фрезерования плоскостей. Это решение предназначено для достижения отличной шероховатости и возможности уйти от операции шлифовки. Если понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал ГК Вариус, чтобы ничего не пропустили. До новых встреч!